МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию шести российских лыжников и шарканского спортсмена Максима Валикжанина в том числе. О снятии временного отстранения от соревнований информирует официальный сайт суда. КАС принял решение сохранить временное отстранение до 31 октября 2017 года, говорится в сообщении. После этой даты отстранение будет снято, и спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях. Если не будут найдены доказательства, нарушение антидопинговых правил и их не признают виновными. Конец цитаты. Участники сотой по счету вело-многодневки гран-тура Джирида Италия благополучно добрались до финиша. Победителем этой престижной гонки впервые стал голландец Том Дюмулен. Наш земляк Максим Бельков обосновался в генеральной классификации на 125-й строчке. Всего же в многодневке участвовало около 200 спортсменов. Пробежать, подтянуться, прыгнуть длину. Муниципальные служащие, а если точнее, наставники городских спортивных школ сдавали спортивный экзамен. Причем по собственному желанию, выполняя и успешно нормы ГТО. Наша съемочная группа тому была свидетель. В советское время значкистов ГТО было больше половины страны. И здорово, что и сегодня стремление живчан, а особенно наставников спортивных школ, проверить себя, свои силы, возможности, вновь набирает обороты. Я считаю, что тренер не просто должен научить, но он еще сам должен на своем примере показать, что он спортивный, что он может все выполнить. Поэтому первая задача, чтобы они показали, на что способны они. Заслуженный тренер России по рукопашному бою Сергей Чебрев поднял пудовую гирю 50 раз. С собой остался доволен, говорит, результат хороший. Гирю для меня я вот на счет первый раз. Никогда ни рывок не делал, вообще с гирей так не работал. Ну, так, вот это как раз и данное соревнование, это проверка себя, вот именно в каком-то сейчас находишься форме, в какой именно кондиции для своего возраста. Так что ГТО я только приветствую. Справился с этим снарядом легко и директор 8-й спортивной школы Олег Батохин. Он все нормативы комплекса. ГТО выполнил на золотой знак. Я не считаю, что человек, который регулярно занимается хотя бы физкультурой, будет иметь проблемы при сдаче норм ГТО. Тут немножко здорового образа жизни, немножко домашней зарядки утренней. Этого достаточно. На самом деле люди не только которые учат, но и могут. Могут, то есть пробежали хорошо. Очень хорошие результаты в прыжках в длину. Метание спортивного снаряда 700 грамм мужчины показали хорошие результаты. То есть во всех видах практически показывают выше нормы. Сил участникам пришлось потратить немало, но желание азарта у них было с лихвой. Особенно желание заработать золотой легендарный знак ГТО. Разыграли награды участники первенства Удмуртии по кикбоксингу в разделе сольной композиции. Три золотые медали выиграла Мария Кунгурцева. Дважды поднимались на высшую ступень педестала Лейла Халилова и Данил Климов. Отличились и совсем юные спортсмены. Сергей Коновалов с Дианой Колесниковой. Они тоже стали победителями соревнований. И об очередном отборе на сельские игры в Глазове определились победители. В турнире по мини-футболу выиграли его атлеты сборной Воткинского района. Они выступят на сельской олимпиаде в Семсях. В соревнованиях по городошному спорту в финал вышли одни из лидеров последних лет. Атлеты команды Кизнерского и Малопургинского районов. А сейчас мы вам расскажем, как можно играть в пляжный волейбол при плюс 4 градусах и моросящем снеге. Лишь немногие решатся на такой экстрим, подумаете вы. На самом деле в городском турнире организованным обществом спасения на водах Удмуртий приняло участие более 20 команд. Для этих любителей активного отдыха на пляже, как оказалось, кнопки стоп не существует. Начали они сезон еще в самом начале мая. Фотографии с того старта говорят сами за себя. Им ни снег, ни зной не страшен. В этот раз тоже было холодно, но они согрелись, играя в любимую игру. Честно говоря, нынче лето не обещают такое жаркое, поэтому приходится воспользоваться и вот такими условиями погодными. Первые игры мы знаем, что вообще проходили под снегом в начале мая. Да, но мы не играли, потому что там играли и мужские команды, видели фотографии, да, они играли под снегом. Нам немножечко больше повезло на следующий день с погодой. Для Татьяны Даниловой волейболистки команды «Толмаз-ЖГТУ» пляжный волейбол – это отдых. Сезон в российском чемпионате закончен, можно и для себя позаниматься. Девушка говорит, смена декораций пойдет только на пользу. Прежде всего, это проверка своих способностей, потому что все-таки классический волейбол немножко отличается от пляжного. Но общение с друзьями. В этот раз повод собраться был весомый. Турнир проводился в честь 145-летия Всероссийского общества спасения на водах. Так как в пляжный волейбол играют непосредственно рядом с водоемом, сам Бог велел отметить эту дату по-спортивному. Вроде бы сухопутный вид спорта, но на берегу воды. И тем самым мы как бы и пропагандируем и здоровый образ жизни, и спорт, и безопасность на воде. Вот решили организовать, пригласили, но самые стойкие сегодня в такую летнюю прохладную погоду пришли. В турнире приняли участие 23 мужских команды и 5 женских. Победителями в категории «Мужчины-профи» стали Андрей Егоров и Максим Суворов. Среди любителей ветеранов Александр Борисов и Виктор Иллгешин. У женщин не было равных Татьяне Даниловой и Алене Шивриной. И в завершении выпуска новости пулевой стрельбы. 6 по 14 июня в Азербайджане пройдет третий этап Кубка мира. Состав сборной России на этих соревнованиях уже утвержден. В стартовые листы включена и наша землячка, участница Олимпийских игр Дарья Вдовина. У нее есть шанс побороться на этом старте за медали. Это была последняя информация выпуска. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok